Мишени в руках юных спортсменов. Один из самых любимых моментов на тренировке. Их раздают только после качественно выполненной разминки и инструктажа по технике безопасности. Воспитанники спортивной школы Одинцова осваивают один из древнейших видов спорта – стрельбу из лука. Со стороны может показаться очень статичным, и то, что не нужно много сил на него тратить. Но на самом деле это не так, потому что задействуется очень большое количество мышц и спины, и ног, и рук. И поэтому нужна большая физическая подготовка для того, чтобы добиваться каких-то успехов. Тишина для лучшей концентрации. Спортсмены удерживают лук на время. На первый взгляд кажется, ничего сложного. Однако вес классического лука достигает 10 килограммов, а его натяжение – около 20 фунтов. Лук удерживает почти две минуты. У Владислава Голованова есть свои личные рекорды. Устройство орудия изучил детально. Сейчас работает над меткостью. Я был на первых своих соревнованиях и получил хорошие баллы – 168. Чтобы получить высокие баллы, нужна хорошая техника. Изготовка или правильное положение тела относительно линии стрельбы, захват, натяжение лука, прицеливание, выпуск стрелы, управление дыханием. Этот вид спорта состоит из одних нюансов. Спокойствие духа и достаточное количество сил. То есть, если ты спокоен, уверен в том, что ты делаешь, на выстрел ты тратишь 3 секунды. Но не только о технике и правильного настроя зависит результат. Лук должен быть хорошо подготовлен. В этом виде спорта их два – классический и блочный. У меня в руках сейчас классический лук. В основном он состоит из трех деталей. Это рукоятка, за которой мы держимся. Плечи сверху и снизу, которые натягивают нам тетиву, которая совмещает все эти три элемента. Екатерина Бондаренко устанавливает стрелу на тетиву. В стрельбе она уже 4 года. У нее второй взрослый разряд. Недавно перешла с классического лука на блочный. Может из-за возраста перейти на блочный лук, а также может быть просто из-за того, что человеку больше подходит этот лук, либо еще что-нибудь. Вот я, допустим, тоже перешла из-за того, что мне больше подходит. И в нем различия между ними, то, что классический более... То есть сначала он более легенький, а потом начинает тяжелее и тяжелее. А у блочного наоборот. Он сначала тяжелый, а потом легче становится. По словам тренера Полины Гусаровой, стрельба из лука – это игра разума. Требует высокой концентрации внимания на протяжении долгого времени. Соревнования могут длиться 3-4 часа. Очень много разновидностей у нас в спорте. То есть это как и личный вид спорта, и командный вид спорта. Также парный. Поэтому, да, он очень энергозатратный на самом деле. И вот именно как-то выдержать это все в голове, все время держать себя в фокусе. Воспитанники спортивной школы Одинцова выезжают на турниры регулярно, чтобы у каждого была возможность получить соревновательный опыт и повысить свой уровень. А домой нередко возвращаются еще и с наградами. Дмитрий Потапкин, Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.